В шестой беседе на деянии святых апостолов святитель Иоанн Златоустов говорит нам, что заповедует Бог и что дьявол и какие свойства сих заповедей. Люди не столько привлекаются благодеяниями, сколько вразумляются страхом. Но дивные и великие мужи и други Божии ни в чем этом не нуждаются. Таков был апостол Павел. Он не думал ни о царстве, ни о гиене. Вот что значит любить Христа. Это значит не быть наемником, но смотреть на благочестивую жизнь, как на промысл не смотреть и на торговлю. А быть истинно добродетельным и делать все из одной любви к Богу. Каких же достойны мы слез, когда на нас лежит такая великая обязанность, а мы не стараемся. И как купцы приобрести Царство Небесное. Так много нам обещано, а мы и при всем этом не слушаем. С чем сравнить такое ожесточение? Люди, одержимые безумную страстью к деньгам, кого бы не встретили, врагов ли, или рабов, или самых злых своих противников, самых негодных людей, коль скоро только надеются получить через них деньги, решаются на все. Истят, и услуживают, и становятся рабами, и считают их самыми почетными людьми, лишь бы что-нибудь получить от них. Надежда получать деньги производит то, что они ни на что не смотрят. А Царство Небесное не имеет такого значения у нас, какое имеют деньги. Или лучше, не имеет и одной доли такого значения. Между тем, и обещано оно не каким-нибудь обыкновенным лицом, а тем, кто несравненно выше самого Царства. Если же и обещано Царство, и дает его сам Бог, то, очевидно, уже много значит и получить его от такого лица. А у нас, между тем, бывает тоже, как если бы Царя, который после бесчисленного множества других благодеяний, хочет сделать нас своими наследниками, наравне с собственными сынами. Мы стали бы презирать, а начальнику разбойников, который был причиной весьма многих бед и для нас, и для наших родителей, который сам исполнен зла и посрамил, и нашу славу, и наше спасение, стали бы кланяться. Если он покажет нам хоть один обл. Бог обещает нам Царство, и мы пренебрегаем им. Дьявол готовит нам гиену, и мы почитаем его. То Бог, а это дьявол. Но посмотрим на самую разность их заповедей. Если бы даже ничего этого не было, если бы, то есть, то не был Бог, а этот дьявол, если бы первый не уготавлял нам Царство, а последние гиены, самого свойства их заповедей, не довольны ли было бы для того, чтобы побудить нас быть в союзе с Богом? Что же заповедует тот и другой? Один, то, что покрывает нас стыдом, а другой, то, что делает нас славными. Один, то, что подвергает бесчисленным бедствиям и бесславию, а другой, то, что доставляет великую отраду. В самом деле, посмотри, один говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим. Матфея 11 глава, 29 стих. А другой говорит, будь жесток и суров, гневлив и раздражителен, будь скорее зверем, чем человеком. Посмотрим же, что полезнее, что благотворнее, но не это только имей в виду, а помышляй о том, что один из них Бог, а другой дьявол. Тогда в особенности обнаруживается то, что полезнее, да и торжество будет больше. Ведь не тот заботлив, кто дает повеления легкие, а кто заповедует полезное. И отцы дают приказания тягостные сынам, равно как и господа слугам своим, но потому-то именно одни из них отцы, а другие господа. А поработители, губители заповедуют все противное. Впрочем, что заповеди Божии не только полезные, но и доставляют удовольствие, это видно из следующего. Каково, по твоему мнению, состояние человека раздражительного и человека незлобимого и кроткого? Не правда ли, что душа последнего похожа на уединенное место, где царствует великая тишина? А душа первого на шумную площадь, где страшный крик, где погонщики верблюдов, лошаков, ослов громко кричат на проходящих, чтобы их не задавить? Или еще, не походит ли душа последнего на городскую площадь торговую, где сильный шум, где одни обижают, а другие терпят обиды? А душа первого похожа на вершину горы, где веет легкий ветер и куда падает чистый луч солнца? Откуда льются прозрачные струи потоков и где встречаешь множество приличных цветов, как на весенних лугах и в садах, красующихся растениями, цветами и струящиеся потоками? Если здесь и бывает какой звук, то это звук приятный, доставляющий большое удовольствие тому, кто его слышит. Здесь или певчие птицы сияют вверху на ветвях дерев, и кузнечики, соловьи и ласточки стройно воспевают какой-то один концерт, или тихий ветер, слегка касаясь ветвей дерев, чисто производит звуки, похожие на звуки флейты или на крик лебедя, или лук, покрытый розами и лилиями, которые склоняются друг к другу и отливают синевою, представляет как бы синее море в минуту легкого волнения. Одним словом, здесь можно найти много подобий. посмотришь на розы, подумаешь, видишь радугу, посмотришь на фиалки, подумаешь, видишь волнующееся море, посмотришь на лилии, подумаешь, видишь небо, и не зрением только наслаждаешься здесь при виде такого прекрасного зрелища, но и с самим телом. Здесь человек по преимуществу находит для себя отраду и отдых, так что скорее считает себя на небе, чем на земле. Есть здесь и другой звук, когда вода непринужденно катится с вершины, по расселенным, и слегка ударяясь о встречающиеся камышки, тихо журчит, и такую разливает радость по нашим членам, что скоро и сон, от которого невольно опускаются члены, не сходит на глаза наши. Вы с удовольствием слушаете мой рассказ и, может быть, даже пленились местностью. А ведь душа великодушного человека еще не сравненнее и приятнее, чем эта пустынная местность. И я не с тем коснулся этого подобия, чтобы описать нам лук или чтобы похвалиться красноречием, ну, чтобы, увидев из описания, как велико наслаждение людей великодушных, увидев, что и обращение с человеком великодушным доставляет несравненно больше и удовольствия, и пользы, чем жизнь в подобных местах, старайтесь подражать таким людям. В самом деле, если от такой души не выходит и дыхание бурное, но одни кроткие и приветливые слова, истинно подобные тихому веянию легкого ветра, одни убеждения, в которых нет ничего грубого, а напротив слышится нечто похожее на пение птиц, то не правда ли, что это лучше? Веяние слова не на тело падает, а оживляет душу. Не так, как врач, какое бы он ни прилагал старание освободить больного от горячки, как человек великодушный, дуновением слов своих, охлаждает человека раздражительного, пламенеющего гневом. Ну что я говорю о враче? И раскаленное железо, опущенное в воду, так скоро не потеряет своей теплоты, как человек вспыльчивый, если встретится с душой терпеливой. Но, как певчие птицы на рынке не имеют почти никакой цены, так точно и наши убеждения считаются пустыми словами у людей раздражительных. Итак, кротость приятнее, чем гнев и ярость. Но не это только я имею в виду, но и то, что одно заповедано дьяволом, а другое богом. Видите, я не напрасно сказал, что если бы то не было, не был дьявол и бог, самые заповеди были бы уже достаточны для того, чтобы отвлечь нас от дьявола. Человек кроткий и сам себе приятен, и другим полезен, а гневливый и сам себе неприятен, и другим вреден. Действительно, ничего нет хуже человека гневливого, ничего нет тягостнее, ничего не сноснее, ничего постыднее, равно как и наоборот, нет ничего приятнее человека, который не умеет гневаться. Лучше жить со зверем, чем с гневливым человеком. Зверя только раз укротишь, и он навсегда остается таким, каким его приучили быть. А этого сколько не укращая, он опять ожесточается, потому что только на один раз смирился. Как отличен ясный и светлый день от времени ненастного и крайне печального, так и душа человека гневающегося, а души человека кроткого. Но мы теперь еще не будем рассматривать тот вред для других, который происходит от людей раздражительных, а посмотрим на вред, какой они причиняют самим себе. Конечно, и то уже немаловажный вред, если мы сделаем какое-либо зло другому, но на это мы пока не будем обращать внимания. Какой палач может истерзать до такой степени бока? Какие раскаленные рожны могут так исколоть тело? Какое сумасшествие может настолько лишить на здравого смысла, сколько лишает гнев и ярость? Я знаю многих, которые сделались больными от гнева, и жесточайшие горячки по большей части бывают от гнева. А если этим страсти так вредны для тела, то подумай, как вредны для души. Не рассчитывай на то, что ты этого не видишь, но подумай, что если и то, что принимает зло, то есть тело, терпит такой вред, какой же вред получит то, что его рождает? То есть душа. Многие от гнева потеряли зрение, многие впали в самую тяжкую болезнь. Напротив, человек великодушный легко переносит все. Но, несмотря на то, что дьявол дает нам такие тягостные повеления, и в награду за то предлагает гиену, несмотря на то, что он дьявол и враг нашего спасения, все же мы более слушаем его, чем Христа. Хотя Христос наш спаситель и благодетель и предлагает нам такие заповеди, которые и приятнее, и полезнее, и благотворнее, которые приносят величайшую пользу и нам, и тем, кто с нами живет. Нет ничего хуже гнева возлюбленной, нет ничего хуже неуместной раздражительности, гнев не терпит отлагательства. Это бурная страсть. Часто случается, что в гневе иной скажет такое слово для искупления вреда, от которого нужна целая жизнь, или сделает такое дело, которое не спровергает всю его жизнь. Ведь то и ужасно, что в короткое время, через один поступок, через одно даже слово гнев, часто лишает нас вечных благ и делает напрасным бесчисленные труды наши. Посему, умоляю вас, употребите все меры к тому, чтобы обуздать этого зверя. Это я сказал о кротости и гневе. Но если кто станет рассуждать и о других пороках и добродетелях, например, о любостяжании и презрении богатства, о распутстве и целомудрии, о зависти и добродетели, о души и сравнит их одно с другим, тот узнает, что и здесь есть различия. Видели вы, как ясно из одних заповедей открывается, что один заповедующий Бог, а другой дьявол. Будем же повиноваться Богу и не станем вергать себя в бездну, но пока еще есть время, постараемся омыть все, что оскверняет душу, чтобы сподобиться вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава держала, честь и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok